На этой неделе стартовала медреформа. Мы все сами ее обсуждали. И вот, наконец-то, первый этап. Что должно быть сделано на этом этапе? И с какими проблемами уже столкнулись люди? Обсудим сегодня очень подробно, но чуть позже. А начнем с темы, которая напрямую связана с медреформой. Профильный парламентский комитет поддержал отставку Ульяны Супрун. Постановление разработали давно, но только на этой неделе политикам удалось провести его через комитет. Напомню, сами депутаты не могут уволить Супрун. Она де юре и не министр, а только первый зам. Обязанности министра формально только исполняет. Поэтому Верховной Раде предлагается рекомендовать Кабмину ее уволить, признав работу неудовлетворительной. Какие аргументы у депутатов? И когда может состояться голосование по постановлению? Вот что говорят сами политики. Команда Министерства охороны здоровья в разрезе охороны здоровья полностью провалила программу действий Ульяду на 2017 год. Поэтому у меня есть абсолютно четкая, однозначная пропозиция. Вызнать деятельность Ульяду в разрезе охороны здоровья незадовольна. Я уверена, что в зале поддержат эту постанову и, в общем-то, Супрун должна освободить то кресло, которое она занимает незаслуженно. Десятки, сотни тысяч медицинских работников, которые не воспринимают исполняющие обязанности как руководителя самой очень важной и ответственной именно должности. Человек, который не имеет медицинского образования, еще имеет два гражданства, ее не профессионалист, то, что она пропагандирует, рекламирует, оно сегодня, к сожалению, не работает. Есть два варианта. Или депутаты проголосуют за постанову, тогда она передается на расследование Кабинета Министров, и Кабинет Министров должен принимать решение. А если депутаты не поддерживают эту постанову, они берут политическую ответственность за те справы, которые сегодня ходят в Министерстве охороны здоровья и в Украине, вообще, на колу медицины. Интересно реагирует на критику сама Супрун. Вернее, интересно, что она никак не реагирует. По сути, ответов нет. Отвечает чисто формально. Говорит, статус исполняющей обязанности ей не мешает работать и подчеркивает, что у нее есть поддержка и президента, и премьера. Ну а в отношении медреформы для Супрун главное, что темп медреформы такой, какой она и хотела видеть. Кстати, сегодня в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству Владимир Гройсман еще раз прокомментировал, почему именно Супрун выполняет обязанности министра здравоохранения. Я сразу отвечу по Ульяне Супрун. Она могла себе позволить жить в любой стране света, и ей достаточно ресурсов. Но она приехала для того, чтобы побегать пораненим на Майдане. Есть два выбора. Первый выбор – оставить все, как есть. Но уже так было до нас. А выбор – другой выбор, который я говорю. Давайте попробуем объединяться и что-то сделать в этом вопросе. И я закликаю только в едином, чтобы все объединялись. Подумали, если нужно где-то что-то удовлетворить, давайте разом удовлетворим. Если нужно каким-то образом допомогать, давайте быстрее этот процесс, давайте быстрее. Продолжение следует...